Этой. Вот так. Навещая могилу своего отца, Пелагея Фёдоровна вспоминает нелёгкое детство. Как жили, трудились и перебивались. А отец воевать ушёл. У нас пятеро детей остались у мамы. Вот мы работали всяко. Гнилые картошки собирали, что только не ели. Все живы. Это сегодня. К могиле близких Пелагея Фёдоровна может пройти без препятствий. Совсем недавно вся территория кладбища была сплошной непроходимой чащей. Освободить захоронение от лесного плена удалось благодаря инициативе руководства поселений и меценатов. Но и здесь всё не так просто. Судя по количеству огороженных могил, может показаться, что это кладбище новое. И места здесь предостаточно. Однако торчащие из земли надгробные камни, датированные 1903 годом и ранее, говорят о том, что захоронения здесь повсюду. Просто время и человеческое равнодушие стёрли их с лица земли. Каменные надгробия, деревянные кресты, отголоски исторического прошлого, сиротливо виднеются из обломков деревьев. На огороженной территории таких более десятка. Вместо когда-то стоявших памятников остались только бугорки. Елизавета Степановна рассказывает, что было здесь раньше. Женщина хорошо помнит, где лежат её близки, несмотря, что нет ни опознавательных надписей, никаких либо других предметов. Он рассказывал, как ему тяжело там жилось. Даже, говорят, в яму. Залезали в яму. Один на плече стоит, греется. Там прошлафились, видать, в Германии он был. И били их очень. И вот он пришёл, туберкулёзом заболел. Вот эти бугорочки, наш дедушка и бабушка. И тут сестрёночки. И это только малая часть кладбища, которое удалось оградить и расчистить. Остальная площадь – садовые участки, которым в своё время позволено было здесь появиться. Старожилы говорят, кладбище очень большое. Это подтверждают и надгробия за пределами ограды. Хорошо, что удалось сохранить хотя бы малую часть кладбища. Мы постараемся его оформить, как недействующее кладбище, поставить на баланс исполкома города Нижнекамска. Просто мы, потомки, мы не имеем права не заботиться о тех, кто здесь захоронен. На этом кладбище захоронения осуществляться не будут. Оно скорее для живых, чтобы помнили. Альфия Сингатурин, Илья Челноков, Новости НТР.